Объяснений в связи с арестом в Минске гендиректора компании «Уралкалий». Еще четыре российских топ-менеджера объявлены в международный розыск через Интерпол. Владельцы «Уралкалия» Сулейману Керимову, миллиардеру, намекают на возможное привлечение к уголовному делу. Экономический спор между недавними партнерами по Безосу грозит крупным дипломатическим скандалом. Владислав Баумгертнер, вызванный в Минск на переговоры, был арестован сразу после встречи с премьером Мясниковичем. Эксперты гадают, чего добивается официальный Минск. Шантажирует Россию в надежде на какие-то бонусы или устраняет конкурентов весьма распространенным в Белоруссии способом. Юрий Кучинский о новых формах союзнических отношений. Такое еще можно себе представить где-нибудь в Африке, когда один местный правитель приглашает на обед другого, не предупреждая, что гость и будет главным блюдом. Но когда премьер-министр европейской страны неоднократно лично приглашает на переговоры топ-менеджера из другой европейской страны, а потом в аэропорту гостя задерживают под предлогом, что он, мол, перевозит наркотики, о таком в учебниках по деловому этикету не пишут. Хотя, по данным источника газеты «Коммерсант», переговоры и прошли в атмосфере далеко не конструктивной, но финал все-таки чересчур скандальный. И это было откровенное самоуправство, которое в мировой и деловой, и дипломатической, и межчеловеческой практике является возмутительным. Вместо бизнес-класса в самолете глава «Уралкалия» Владислав Баумгертнер оказался в следственном изоляторе КГБ. По мнению белорусских экспертов, не пять звезд, конечно, но все-таки очень приличненько. Я думаю, каких-то угроз здоровью его и прочее этого не будет. Я уверен, в общем-то, здесь более-менее с ним обойдутся цивилизованно. Там хорошие камеры, как мне говорили многие оппозиционеры. Впрочем, близко знакомые с белорусским правосудием россияне вспоминают, что именно в этом изоляторе нет даже туалетов в камерах. Наш сапкор в республике Алексей Прокин проводил топ-менеджера к новому месту жительства. Следственный изолятор КГБ, который узнали на кадрах оперативной съемки с Владиславом Баумгертнером, посвященные люди, находится непосредственно в здании комитета. В народе его называют «американка», потому что камеры там расположены по кругу, как в американских тюрьмах. Судьбой гендиректора «Уралкалия» сегодня весь день занимался российский посол в Белоруссии. Александр Суриков потребовал пересмотра меры пресечения для Баумгертнера. Такой международный правительство просто не знает. Наверное, приглашение является своего рода некой гарантией безопасности человека. И вот действия силовых структур, правоохранительных ли органов, в данной ситуации, конечно, не совсем корректны по отношению к собственной власти. В Минск приехали мама Баумгертнера и юрист «Уралкалия», который будет консультировать белорусского адвоката-топ-менеджера. Впрочем, белорусские государственные СМИ, похоже, виновных уже вполне четко определили. По сути, именно Керимов и стоящие за ним высокие лоббисты, есть главные организаторы масштабной аферы. Беларусь сегодня, она же бывшая советская Беларусь, республика и Народная газета, сегодня все как одна, они вышли с ответом на вопрос, кто нанес белорусам коварный удар. Газеты появились в киосках с одинаковым заголовком «За кулисье большой аферы», которая, судя по остроте комментариев, еще только начинается. Ну, калий для Беларуси – это как нефть для России. Беларуси считают, что им был нанесен ущерб. Я могу согласиться, потому что крайне сложно сдерживать ваш сбыт, не нанося вам при этом ущерба. По крайней мере, уж упущенная приводь-то будет. Но дальше мы имеем феерическую акцию, не просто задержание руководительства на компании, так еще и задержание после переговоров с премьерами. Белоруссия заявляет, что действия «Уралкалия» нанесли республике ущерб в 100 миллионов долларов. Помимо главы компании, обвиняют еще четверых топ-менеджеров. Их даже объявили в розыск по линии Интерпола. Таким вот скандальным вышел развод двух калийных гигантов, некогда представлявших собой нечто вроде ОПЕК на мировом рынке минеральных удобрений. Торговать сообща «Уралкалий» и «Беларуськалий» договорились в 2005 году. С этой целью создали БКК, белорусскую калийную компанию. Создали на паритетных началах, 50 на 50. Этот союз казался стратегическим. Объединив усилия, калийные гиганты взяли под контроль 43% мирового рынка и могли кому угодно диктовать условия. Однако со временем между партнерами возникла атмосфера недоверия и подозрительности. С российской стороны говорили, мол, батька продает часть продукции в обход БКК, демпингует и подрывает цены. В ответ раздавались обвинения в адрес менеджеров из «Уралкалия». Они якобы пытаются завязать все торговые контакты на себя, лишив белорусского партнера всякой власти в совместном проекте. Кончилось всё в июле этого года громким разводом и сокрушительным падением акций и тех, и других. Рикошетам досталось и всем остальным калийщикам. Подешевели акции и ведущих производителей калийных удобрений в мире, и немецких, и крупнейших канадских производителей. То есть капитализация снизилась крупнейших торгуемых компаний на в пределах 17-25%. В том, что решение об аресте Баумгертнера, которое обрушило рынок, принимал лично белорусский президент, никто из экспертов не сомневается. Спорят только о том, на что он ещё способен. Один за всех, ведь было-то их четверо, приглашённых на переговоры с белорусским премьером. Лететь в Минск должны были ещё и Сулейман Керимов, миллиардер и владелец Уралкалия, и Александр Волошин, экс-глава президентской администрации, и Аркадий Дворкович, нынешний вице-премьер России. И вот интересно было бы узнать, на что бы мог решиться Лукашенко, прилетей Баумгертнер в такой крупнокалиберной компании. Впрочем, наш коллега Павел Шеремет, на себе испытавший необузданные проявления характера белорусского батьки, вместе с гостеприимством белорусских тюрем, уверен, что от ареста главу Уралкалия не спасла бы ничья компания. Абсолютно не сомневаюсь, что если бы в Минск, кроме генерального директора Уралкалия, прилетел Волошин и Керимов, то они бы тоже могли задержаться в СИЗО КГБ на некоторое время. Сейчас у России очень непростые отношения с Украиной. И на этом фоне Александр Григорьевич, видимо, посчитал, что ему всё можно как единственному и верному союзнику. Российский МИД сегодня резко осудил арест Владислава Баумгертнера. Так что, в общем-то, сугубо экономический конфликт двух хозяйствующих субъектов теперь грозит вылиться в большую политику. Сам факт задержания Баумгертнера и развернутая вокруг этого информационная кампания не соответствует союзническому характеру отношений наших стран и может повлиять на график российско-белорусских контактов на политическом уровне. Вот такие вот события, они носят огромный ущерб, носят огромный удар по союзному государству вообще как идеи. Ведь надо не забывать, что белорусская калийная кампания это единственное, что было создано за 20 почти лет российской белорусской экономической интеграции. И это тоже развалилось. Остаются, конечно, экономические рычаги давления. Россия поставляет в Белоруссию нефть. Там её перерабатывают и продают. Из чего складывается 40% бюджета республики. Но сколько именно нефти отправить в вотчину Лукашенко решают заново, каждый квартал. На четвёртый квартал этого года поставки ещё не подписаны. Также белорусы пока не получили и очередной транш из антикризисного фонда Евразес. Но вот только многие эксперты уверены, что как раз для торговли по этим вопросам российский топ-менеджер и взят в заложники. Юрий Кучинский, Алексей Прокин, Татьяна Копалкина и Светлана Костюнина. НТВ.